Всем привет! Вы смотрите программу «Отдыхай!» С вами в эфире Вика Скопина, Егор Бондаренко и я, Даша Алексеева. Мы работаем в прямом эфире в группе городского детского медиа-центра «Куча малов» в ВКонтакте и на национальном телевидении «Чуваши». Совсем скоро 14 февраля, день всех влюбленных. Признавайтесь, кому Валентинке дарить будете? Ну, я подарю подружкам. А я хотел подарить одной девочке, которая мне очень нравится. Ой, как это мило! И давно она тебе нравится? Давайте не будем это обсуждать в прямом эфире. Она же может его посмотреть. Нет, вот нет. Вообще-то именно это мы сегодня и будем обсуждать, ведь тема эфира «Первая любовь». Вика, запиши, пожалуйста, на доске. И не надо думать, что это глупости, Егор. Ведь по статистике двое из пяти мужчин выбирают себе в жены свою первую любовь. Даша, а ты помнишь свою первую любовь? Да, это было в начальной школе. Ну, если не брать еще садик, потому что я ничего оттуда не помню. В начальной школе мне нравился мальчик. Он был очень красивый, веселый, позитивный. Всегда шутил. Был немножко хулиганом, но это всегда у всех мальчиков так. Вот. Он мне нравился все четыре года. А что дальше произошло? А потом моя семья переехала, я перешла в другую школу. Между нами было расстояние в 30 минут. Для меня в пятом классе 30 минут – это как другой конец света. Вот. А у тебя какая история? Ой, я свою первую любовь помню прекрасно. Мне в садике настолько нравился один мальчик, что наши родители нас разнимали в прямом смысле. Даже так. Вот у вас такие веселые истории, а мне и рассказать особо нечего. Ведь моя первая любовь еще не знает, что она моя. Так ты Валентинку подпиши. Даша, давай я сам разберусь. Ой, Егор, а может ты просто трусишь, а? Боишься ей признаться, да? Нет. Ой, да вот насмотрелся всяких фильмов про неудачную и несчастную любовь, и теперь боишься. Нет, давайте опозитивно. Не будем думать о фильмах. Совсем скоро праздник. Дорогие зрители, мы ждем ваших историй своей первой любви. Пишите их к нам в чат. Так же можете в любви признаваться, можно даже мне в любви признаться. Если сделаете репост и поставите лайк, то автоматически станете участником вот такого вот красивого приза. Это коробочка жвачек Love Is. Там 20 штучек. Вот это реально крутой подарок. Можно я его себе оставлю? Нет, давай по-честному. Может, тебе кто-нибудь подарит на 14 февраля. А вот я знаю, что комиксы Love Is созданы художницей Ким Касали. Впервые она начала их рисовать, когда встретила своего мужа Роберто Касали. Сначала она рисовала их на салфетках, но потом это увлечение превратилось в настоящий бизнес. Персонажи комиксов Love Is переживают все стадии отношений. От первой встречи до смерти одного из партнеров. К сожалению, муж Ким умер очень рано, в возрасте 31 года. А в комиксах рядом с девочкой начала появляться надгробие. Блин, ну мне такой грустный вкладыш ни разу не попадался, но сегодня я узнала, что любовь – это оставить поцелуи на ее автоотвечки. А что такое любовь для наших юных зрителей, узнаем прямо сейчас. Смотрим! Скажи, у тебя есть любовь? Угу, шесть девочек. И ты сейчас всех шестерых любишь? Нет. Так можно? Ну, можно даже сколько угодно лет влюбляться, даже в ноль лет. А у тебя шесть девочек, так можно? Я думала, ну должна быть одна. Нет, шесть. Я влюблялась в Мишу из моего садика, а потом я его больше не люблю и влюбилась в другого Мишу из кружка. Тебе только Миша нравится? Нет, ну я не знаю, почему-то мне всегда Миша попадается. Миша сперва был очень умный, хороший и заботливый в школе. Тогда Степа еще был лучше, они оба были умные, но Степа чуть-чуть тихо разговаривал. Это был любовный треугольник? Да. И ты потом выбирала между двумя? Да. Супер, кого выбрала? Кошу. А что тебе в нем понравилось? То, что он такой вежливый, радостный. Веселый, да? Да. А как ты думаешь, что ему понравилось в тебе? Ну, милость. Она очень нежная. Скажи, Аня, ты очень нежная. Ну, я это не могу сказать. А ты уже сказал. В классе у меня все мальчишки ко мне пристают. А что нужно делать? Ты как-то выбираешь одного или ты вообще никого не выбираешь? Пока не решила. Тебе нравятся хулиганы или спокойные мальчики? Ну, не знаю. Вот этот мальчик, которого я пока что люблю, он бывает и хулиганом, и спокойным. У тебя была любовь? У меня была. Точнее, уже есть. Она мне показывает иногда язык. У меня был мальчик, которого я знала с детства. Но однажды мы с ним поругались. Из-за чего? Из-за того, что он не пришел на какое-то мероприятие, а он обещал, я на него обиделась. Давай, колись. Никогда я... Ну, было, но сейчас нет. А как было? У меня было очень много козлов, если честно, которые меня бросали. Ну, например, когда я один раз пришла вот гулять, а он с другой гуляет. Вот это вот козел. Ему тетя подарила телефон, с этого времени он с ума не общается. То есть телефон мешает любви. Да. Однажды нам сказала учительница, если тебя не хочет брать парень, то скажи ему, бог с тобой золотая рыбка. Прощай, я найду себе новую. Мы сначала подружились, а потом все время часто в садике, в коридоре целовались. Целовались. Целовались? А во сколько лет можно начинать целоваться с мальчиками? Не знаю. Ну, тебе сколько лет? Шесть. А во сколько можно жениться? В... 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 Вау, новый закон, ну ладно. Жениться в восемнадцать. А любить можно во сколько лет? Хоть... Хоть в два года. Если мама разрешит, давай, женись и иди куда хочешь. Нужно ухаживать, но не показывать другим, что ты этого человека любишь, потому что могут глазить. Как ты думаешь, кто должен признаваться в любви, мальчик или девочка первой? Мы живем в двадцать первом веке, хоть кто признавайтесь в любви. Мы по-прежнему в прямом эфире, тема первая любовь. Мы долго думали, кого же пригласить сегодня в гости. И решили найти человека, который постоянно окружен любовью. И это свадебный регистратор, а также журналист национального телевидения Юлия Важенина. Здравствуйте, Юлия. Мы очень рады вас видеть. Привет, привет. Скажите, а что больше всего вам нравится в вашей профессии? Ну, в ведении свадебных регистраций мне очень нравится атмосфера. Вы не представляете. Это такие эмоции, это такое ощущение. Воздух, вот знаете, вот буквально пропитан такой позитивной энергетикой и любовью. Очень классно. А как вы пришли к этому? Ну, на самом деле, моя подруга выходила замуж, и вот она хотела себе выездную регистрацию брака, попросила меня провести. Я согласилась, провела. Вообще, на самом деле, думала, что вот эта вот романтика и вот все-таки розовые облака, радуги, это не мое. Оказалось, мое. Мне очень понравилось. Я настолько пропиталась вот этими ощущениями. Это было так классно, что меня прям зацепило. И вот я стала этим заниматься после вот этих вот ярких эмоций. А вы узнаете историю своих клиентов? Ну, вообще, это самое главное. Я начинаю как раз с того, что вот на встрече с парами они мне рассказывают свою историю любви. Как они познакомились, какие были впечатления в первый раз, как потом развивались отношения. В общем, самое интересное я, конечно же, узнаю. А какую историю вы больше всего запомнили? Была у меня такая интересная пара. Очень классная, запомнила я ее очень хорошо. Очень яркий, позитивный, веселый жених и нежная такая, милая невеста. Очень долго он за ней ухаживал, очень долго он ее добивался, делал какие-то неординарные креативные вещи, что в итоге завоевало ее сердце. Даже предложение я сделал очень интересное. Надел ей на палец сушку. И Катя говорила о том, что у всех кольцо на пальце у меня баранка. Кстати, а вы знаете, почему кольца принято носить на безымянном пальце? Вообще да, потому что вена с безымянного пальца, это единственное, с единственного пальца она ведет прямо в сердце. А вот самая трогательная в регистрации – это клятва? Клятва, да. Это, наверное, самый такой интересный момент, потому что, знаете, молодожены как оголены, как на такой поверхности, они очень интересно рассказывают о своих чувствах. Клятвы придумывают сами, и это обычно очень трогательно, романтично, иногда с юмором, и это классно. Но это всегда трогательно, всегда трогательно. А как вы познакомились с родителями своего молодого человека? С родителями? С родителями молодого человека как познакомилась? Ну, пришло время представляться. А ну вообще с молодым человеком как познакомились? А, с молодым человеком? Ну вообще, на самом деле, для меня, по профессии я журналист, и для нас это, в принципе, нормально, очень много пар телевизионок сложилось вот именно благодаря совместной работе. Я не стала исключением. Точно так же со своим молодым человеком я встретилась здесь, на национальном телевидении. Работал он режиссером тогда. А вы празднуете 14 февраля? Ну, я на самом деле не считаю 14 февраля прямо уж таким праздником, который нужно отмечать. Но в любом случае какие-то там знаки внимания, куда-то сходить, это да, это классно, это очередной повод напомнить друг другу, что вы любите друг друга. А вы первую любовь помните свою? Первую любовь, да, помню. Первая любовь у меня была в детском саду, тогда был мальчик, который нравился всем девочкам, вот, но дружил он со мной. Девочки меня любили не очень. А вот Егор боится признаться в чувствах девочки, которые ему нравятся. Что ему сделать? Ну, Егор, самое главное не бояться. Будь забой, сейчас есть много разных способов, ты можешь сделать что-то необычное, можешь... Ну, ты сейчас занимаешься в телевизионной студии, ты же можешь снять какой-то классный ролик, можешь написать стихотворение, песню, да все что угодно. Можешь просто подойти и в лоб сказать. Если что, взял, унес, все. Спасибо, обязательно воспользуйтесь этим советом. Потом расскажи, как все прошло. Какие, по-вашему, есть секреты прям хороших отношений? Хороших отношений? Ну, я думаю, что на самом деле, наверное, главное это доверять друг другу, стараться не врать друг другу. Ну, я думаю, что юмор, это просто вот неотъемлемое составляющее. Если есть шутки, есть юмор, то отношения будут крепкими. Хорошо, спасибо. А сейчас мы узнаем, какие секреты можно использовать, чтобы обратить на себя внимание. Смотрим. Многие мальчишки боятся заговорить с девочкой, которая им нравится только потому, что не знают, с чего начать. Чтобы ваша любовь стопроцентно обратила на вас внимание, мы советуем подойти к этому креативно и с юмором. Ловите наши подсказки. Кстати, они должны сработать даже в социальных сетях. Слушай, а ты случайно не гугл? Просто в тебе есть все, что я искал. Эта шуба создана для ваших плеч. Я готов так делать вечно. Добрый вечер. Меня зовут Даниил, и мне поручено передать вам привет. От кого? От милого сердца. У-у-у. Слушай, а у тебя нет случайно ручки? Я хочу записать историю нашего знакомства. Я смотрела в словаре синоним слова «прекрасное». Твою имя на первой строчке. Мои родители всегда говорили следовать за мечтой. Могу проводить вас до дома? Нужно вызвать полицию. Что случилось? Незаконно быть такой красивой. Ваши родители случайны не инопланетяне? Почему? На Земле ничего подобного нет. Здесь так жарко. Это, наверное, за тебя. Эх, если б ты была книга в библиотеке, тебя бы забрали и никогда не вернули. Ваш нос прекрасен. Естественно, снынче в тренде. Продолжаем наш прямой эфир. Тема «Первая любовь». В течение всей программы вы писали нам в чат. И сейчас мы все прочитаем. Ого, сколько сердечек! Спасибо вам, ребята! Мы вас тоже очень любим. Да. И передаем всем огромный привет. Итак, первый вопрос. Мешает ли любовь учебе? Ну, если вы учитесь в одном классе, то мне кажется, да. Ну, смотри, Соня. Смотря, как ты вообще учишься. Если ты отличница, то тебе вообще ничего не мешает. Но если ты троечник, то лучше не любить. Ну, конечно, так нельзя говорить. Но я считаю... Подожди, извини, перебью. Мне кажется, многие учителя, кстати, против, если в одном классе встречаются, например. Там строгие правила. Да, держатся за ручки, там еще сидят вместе. Да. Я считаю, что любовь, ну, смотря, да, как к ней подойти, она может и мешать, может и пойти на пользу. Потому что, с одной стороны, ты чувствуешь поддержку. Если она взаимная. Да. Илья спрашивает, какая у вас первая любовь? Ой, у меня на самом деле такая смешная история. Моя первая любовь была в лагере. Вот. Был у нас такой конкурс, мы передавали друг другу Валентинке тайно. А одна девочка, которая ей передавала, узнала, что я ей передал Валентинку, и написала мне, давай встречаться. Ну, я тогда маленький был, я говорю, ну, давай. Переписывались мы весь день, бумажки друг к другу кидали. Я заснул ночь, потому что уже была. И вот, просыпаюсь, рядом письмо лежит. Там написано, я тебя бросаю. Вот так и закончилась моя первая любовь. Не расстраивайся. Да, теперь понятно, почему ты боишься признаться. Но я думаю, это просто... Надо забыть об этом и идти дальше. Как все это делать. Софья нам задает вопрос, что важнее, душа или внешность? Ну, важнее, конечно, душа и характер. Но внешность вначале, когда ты знакомишься, я думаю, тоже имеет значение. Как говорится, по одежке встречают, по-моему, провожают. Да, совершенно верно. Я тоже считаю, что душа это важнее, потому что, ну, только потом можно посмотреть и... Нет, сначала на внешность, а потом на душу. Так. Софья нам задает вопрос, цвет любви какой цвет? Красный. Красный, конечно, красный. Я с вами не согласен. Почему? Почему не розовый? Сердечки же розовые тоже бывают. Обычно мальчики стесняются розового цвета. Ну, не все, конечно, но есть такое. Мне кажется, все-таки красный. У нас же сердце красное. У нас кровь тоже красная. И кровь красная, поэтому красный. Что там еще? Настенька пишет, какая должна быть любовь? Ну, любовь должна быть крепкая. Мне кажется, должны быть такие отношения, что не просто, типа, я тебя люблю, всегда так говорить, но что можно было бы посмеяться вместе и друг на другом посмеяться. Да. Вот. Как лучше друзья. Но лучше, чем лучше друзья. Всегда поддерживать любовь в ситуации. Вот. Так, тут пишут про лучший подарок на день Валентина. Как вы думаете? По-моему, лучший подарок на день Валентина – это коробочка лавы. Да. Да, я совершенно согласна. Но вообще, кроме нее, мне кажется, очень крутой подарок – это большой киндер-сюрприз. А я считаю, что это букетик цветов и плюшевая игрушка. А если для мальчиков? Плюшевые акулы из Икеи. А если нет, Икеи в городе? Ну, тогда придется собственное, собственное наручное делать. Акулу? Да. Не, ну если прям сильная любовь, то, конечно, можно все что угодно сделать. Так, почему любовь никто не может объяснить, Соня спрашивает? Ну, потому что любовь – это сложная штука. Ну, потому что любовь – это чувство. Я считаю, ну, некоторые уже доказали, что любовь – это не чувство, а, скорее всего, просто в организме происходит любовь. Давайте уже проведем розыгрыш? А, давайте. Давай разворачиваем мой ноутбук. Ставь. Так, подождите, разверните ноутбук, чтобы все видели. Так, так. Сейчас вставляем ссылку. Вставить. Разворачивай. Разворачиваем. Выбрать. Так, что же там? И победитель. Поздравляем победителя. И кто же это? Дарья Данилова. Поздравляем. Поздравляем. Это, кстати, моя подруга, я ей обязательно передам. Ты стала… Я забыла слово. Обладательница. Да. Тебе, в общем-то, повезло. Ну, давайте уже подводить итоги. Люди, помните, сердца влюбленных людей бьются синхронно, когда они смотрят друг к другу в глаза. Лица влюбленных людей становятся похожими, когда они в долгое время находятся в отношениях. Любовь делает людей добрее, поэтому я уверена, что она обязательно спасет мир. Не бойтесь, признавайтесь в любви каждый день, а не только 14 февраля. У нас символ программы, кстати, это рупор. Сейчас мы дадим его Юлии Важениной, и вы можете сказать все, что хотите. Включили? Да. Да. Дорогие телезрители, поздравляю всех с наступающим днем влюбленных. Смешите друг друга и цените. Всем любви. Спасибо за такие теплые слова. Но она… Пора закругляться. До скорой встречи на национальном телевидении Чуваши. Мы выходим в прямой эфир каждый понедельник. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok